Здарова, народ! Короче, тут такая информация, просто супер свеженьфушечка по поводу нового будущего обновления в Red Dead Online. Это уже не простые домыслы и слухи. Помните, я вам на прошлых неделях, и вообще на, в принципе, всех неделях говорил, что обновление выйдет с 15 июля по 15 августа, основываясь на выходе обновлений для GTA предыдущих, которые были. И, в принципе, по моим подсчетам, расчетам и мыслям, как бы у меня сходилось желание, что выйдет именно с 15 июля по 15 августа. В этот раз у меня есть неопровержимые факты сие мероприятия, с которыми я хочу с вами поделиться именно в этом ролике. У микрофона Готика, Сократ, погнали по порядку, все расскажу, разложу по полочкам. Короче, супер инфушечка! Ребятушки, держим ручки в кулачки и наслаждаемся. Давайте по порядку разберемся. Для тех, кто не понимает, о чем речь и что это такое, я сейчас объясню. Rockstar недавно обновляли ветвь Cubate и Cubate 2 и 3 для Red Dead Redemption 2 на серверах Steam. Это означает, что они вносили изменения и тестировали новую версию игры. Что это такое Cubate 2, Cubate 3 и все остальное и паблик? Паблик это нынешняя версия игры, нынешняя версия билда, в которую мы с вами в данный конкретный момент играем. Cubate 3 это отдельная игра и Cubate 2 это отдельная игра. То есть, если вы установите себе на компьютер, предположим, могли бы установить Cubate 3, вы бы играли совершенно в другой Red Dead Redemption. Что в нем, мы не знаем. Cubate 2 отвечает за патчи. То есть, изменения, которые были там с фиксом багов, с фиксом читаков, да, что они не могут писать сообщения от Rockstar, это все находится в Cubate 2. Так вот, в Cubate 3 находится тестирование для нового, нового обновления. И ее меняют, эту базу меняют в тот момент, когда уже фактически находятся на финальной стадии. Если судить по GTA Online, когда меняют базу Cubate в GTA Online, это означает, что где-то через 3-4 недели выходит обновление. Вот этому скрину, который вы сейчас видите, это было 16 июня. На тот момент была версия игры паблика 512 и так далее. Вы видите, что было Cubate старое. Потом у нас идет Cubate 2, уже новое, 518. И вот, что сейчас происходит. Это нынешняя база. Это означает, что в данный момент, в будущем, у нас будет новый патч, который изменит в игре все, что угодно. От фиксов мелких багов, гличей, может быть, пофиксят очередные проделки читаков. Но нас интересует Cubate 3. Это и есть обновление, крупное DLS, которое, возможно, в данный момент уже тестируется на финальной стадии. Что самое важное, Тесфанс пишет по этому поводу на GTA форум. Вот его переведенный текст. Да, он не имеет DLS-хранилища, это они обсуждают Cubate 2. Поэтому, скорее всего, это будет еще один патч для ПК. Я согласен, странно, как часто мы получаем новые патчи для ПК. Я думаю, легче устанавливать небольшие патчи, в то время как иметь дело с реальным контентом сложно из-за проблем с MoCap или голосовой работой, если они все еще имеют дело с такими проблемами. Да, у Rockstar сейчас есть проблема с записью захвата движения, как это делают, вот, для примера, вам скрин. И голосовая работа это иными словами озвучка. Да, такая проблема есть из-за коронавируса. Но на данный момент это уже ушло в прошлое. Сейчас люди уже активно работают. И в связи с этим они начали обновлять Cubate 3. То есть до 16 июня, с момента выхода обновления самогонщики до 16 июня, Cubate 3 вообще никто не занимался. Иными словами, обновлений и не могло быть. Так как базой, от тестирования нового обновления никто и не занимался. Сейчас идет это обновление. Возможно, это говорит о том, что мы где-то в середине июля до середины августа увидим новое, новое обновление. Но сейчас кто-то из вас может возразить и сказать, Сократ, а где же трейлер? Где же трейлер будущего обновления? Если они на следующей неделе уже выпускают обновление, где трейлер? А я вам вот что скажу. Обновление самогонщики вышло 13 декабря. И трейлер к обновлению самогонщики вышло 13 декабря. То есть день в день они выпустили и трейлер, и обновление. Я на минуточку попрошу это вспомнить для тех, кто забыл. Это не означает, что вас за месяц, за два должны предупредить о будущем обновлении. Но трейлер может быть хоть завтра. И обновление может быть хоть завтра одновременно с трейлером. Ребята, не в трейлере дело. И не трейлером едины. Почему же не вышло обновление в апреле? Почему базы начали обновлять только сейчас? Вот тут и ответ по поводу записи голосов и анимаций. Вы все знаете, что есть определенные анимации, есть озвучка и так далее, которая была и в Охотнике за головами, и в самогонщиках, и так далее, и так далее. Из-за коронавируса они не могли это записать. Возможно, уже тогда было готово обновление. Им не хватало совсем чуть-чуть. Всего лишь пару анимаций и всего лишь пару-тройку озвучек. И отложили это на долгий ящик, предположим, до момента падения коронавируса. И держали нас вот в такой прострации. Вроде бы должно быть обновление, и вроде бы нет. Мое личное предположение, что обновление было готово уже давно. И не хватало пару штрихов. И эти пару штрихов начали делать с 16 июня по сегодняшний день. Обязательно следите за новостями в готике Red Dead Online. Я всегда буду вас информировать, постараюсь информировать первым о каких-то изменениях. Слежу, полю и 4chan, и GTA Forums, и Reddit. Все для того, чтобы вы узнали об этом первыми. Так вот, как вы видите, это самый свежий последний скрин, который вы сейчас видите. Это самый последний скрин, который обновили 5 часов назад. Это QB2. И 1 день назад QB3. Единственное, что меня больше всего напрягает, это то, что Build ID у QB3 не такой уж и большой, отличающийся от нынешней паблик-версии. Это означает, что на данный момент, возможно, не загрузили или дозагрузили какие-то определенные анимации, какие-то определенные текстуры, что позволяют играть новые роли, появиться. Я не думаю, что это должно быть супер-пупер классное, масштабное, фейерверкное, я не знаю, как это по-другому сказать, обновление. Я думаю, что это может быть какая-то сраная роль фотографа или все что угодно, который не особо отвечает за механики игры. Для них не надо писать отдельные анимации, эмоции и так далее, и так далее. Я думаю, что в любом случае, какие бы изменения, какие бы обновления не были, они должны уже начаться. Буквально со следующей недели. С вами была Готика, с вами был Сократ. Подписывайтесь на канал, оформляйте спонсорку и огромный респект. Иван Next64Rus, Виктор Попов, Алексей Котов, конечно же Вовка из ПБ и другие спонсоры, которые поддерживают меня на канале. Готика, Сократа и в целом контент в РДР. Готика, Сократа и в целом контент в РД.